На территории Святого Архангела Михайловского Одесского Женского Монастыря прошла лекция на тему Библии и наука. Среди слушателей были и ученые. Подробнее о встрече расскажут наши коллеги. То, из-за чего многие могут навредить спасению своей души и отступить от Господа, и в то же время то, благодаря чему многие находят спасительную стезю, именуется наукой. Вот проходит цикл лекций интересных по разным темам, которые проводят священники нашей епархии. И вот сегодняшняя лекция была про научное познание мира с точки зрения Библии. Входит ли Библия в противоречие с наукой, а может быть это вообще не пересекающиеся такие вещи, а может быть все как раз гармонично может существовать и нет такого как такого конфликта. Лично меня это очень тема интересует, потому что мне близко научное мирозрение. Я сама биолог по образованию. Среди биологов довольно много атеистов, как известно. Но я считаю, что все-таки можно быть ученым и при этом верующим. Я считаю, что это совершенно не противоречит одно другому. На православной выставке-ярмарке «Лето Господне», которая проходила на территории свято-архангела Михайловского женского монастыря в Одессе, состоялся цикл духовно-просветительских лекций, с которыми выступали представители духовенства Одесской епархии. Ученый — это вечно сомневающийся и борющийся за правду человек, подставляющий под удар собственную душу. Ведь на пути своего развития он либо доходит до того, что никогда в жизни не усомнится в существовании высшего разума, либо же навсегда пресечет возможность возникновения такой идеи. Это большая редкость, такие встречи для православной молодежи, где помогают разобрать вопросы, отвечают на вопросы священников, поднимают мировоззренческие темы с точки зрения православия. Мне кажется, это очень важные в современное время вещи, потому что у многих неправильное представление о религии. И такого рода лекции помогают людям приобрести верное православное мировоззрение и узнать всю глубину нашей веры. Сегодня была бы важная тема — это лекция «Наука и религия». И достаточно удивительно, когда священнослужитель говорит о чисто научных открытиях и помогает правильнее взглянуть на них. И главным образом то, что наука ни в коем случае не противоречит православию, а противоречит православие науки. В нашем отделе религиозного образования Одесской епархии возникла идея увеличить духовное наполнение православной выставки лекциями на духовную тематику. И в данном случае мы беседовали о Библии и науке. Сегодня мы обсуждали тему, как соотносится Библия и наука, и имеет ли смысл вообще об этом говорить. Благодаря таким лекциям и проектам, организованным Одесской епархией, у людей будет больше возможностей понять и признать существование такого сверхразума, как Бог, и усилится вера, чтобы не поколебаться и не усомниться в тот момент, когда им будут лгать, искажая слова науки, или, как это делают сектанты, искажая неверные истолкованные слова Священного Писания. Я всю свою жизнь задумываюсь над идеей сопоставления духовного и материального мира, как они между собой соотносятся, насколько это адекватно для человека рассуждать об этом, возможно ли рассуждать на эту тему, нет ли в этом греха, насколько полезно для человека рассуждать на тему науки в Библии, или можно ли искать какие-то библейские корни в научном познании. Я призываю всех, прежде всего, к просвещению, к тому, чтобы изучать Священное Писание, изучать толкование Святых Отцов на Священное Писание, чтобы глубоко его понимать. Большинство ошибок, которые я встречаю, связаны именно с этим. Быть внимательным к выводам, которые мы делаем, потому что иногда мы поспешно делаем некоторые выводы о том, что это греховно, а это нет. О том, что научные знания ущербны или наоборот. И эти выводы могут быть преждевременными. Нужно, мне кажется, всегда глубже разбираться в какой-либо проблеме. И я думаю, что в таком случае человек найдет для себя ответы на интересующие его вопросы и глубже поймет и себя, и Господа, и окружающий мир.